Если отец погиб в 40 лет, то и сын начинает ждать эту дату, как свой последний рубеж. Присутствует на родах и сами отрезают пуповину новорожденного младенца. Вот я и думаю, предлагает мужу этот опыт, но боюсь, так как не знаю, как он отреагирует. Мои родственники хотят, чтобы я женился на родственнице, но я человек образованный, я врач, и знаю, чем это может кончиться. Я психолог по образованию, и часто мне просто смешно смотреть, настолько неподготовленные с точки зрения психологии, те, кто вдруг вообразили, что они великие наставники, то в вашем понимании важнее всего. И обязательно должно присутствовать в психологическом, физиологическом и социальном здоровье человека. Дочка выросла не по нашим обичиям. Она уже взрослая и с запретами проблему не решит. Как врачу определить, пойдет ли его к клинику, если он решится его создать? Когда и как вы сами преодолели комплекс младшего ребенка в семье и почувствовали, что теперь вы на равных со старшими членами семьи? Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели! Поприветствую вас в Бишкеке! Спасибо, что смотрите нашу рубрику «Вопросы до Влада», вы задаете хорошие вопросы. Мы эту рубрику организовали для того, чтобы быть ближе к вам, чтобы была возможность общаться таким способом, поскольку другой способа нет, чтобы большим количеством людьми я мог разговаривать, услышать ваши ситуации, ваши проблемы, быть полезным каким-то образом. Поэтому эта рубрика организована с такой целью. Пожалуйста, под эту рубрику посмотрите, есть почта, задавайте вопросы именно там, о комментариях вопросы не пишите. Пожалуйста, в комментариях пишите свои добрые мысли, свои светлые мысли, свои, можно сказать, поддерживающие мысли, которые, это бы помог бы кому-то. Пожалуйста, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым, кто нуждается на этих ответах. По вашему мнению, кому они были бы полезными? Вот, первый вопрос. Психологи не раз подтверждали, что дети, особенно мальчики, подсознательно определяют время своей жизни по длине жизни своего отца. Если отец погиб в 40 лет, то и сын начинает ждать эту дату, как свой последний рубеж. Если отец ушел из жизни в 56 лет, то человек подтягивается и живет не меньше этого возраста, а как-то верит смейным рассказам, что они долгожители и спокойно доживут до 100 лет. Иногда бывает такое, да. Кто-то говорит, что здесь имеет значение чувство вини, якобы сын не хочет пережить отца, а кто-то говорит, что это игры подсознания. Что думаете об этом феномене вы? Что бы вы посоветовали такому мужчине, если бы он учился у вас, как такому человеку вернуть уверенность, что все еще впереди? Очень хороший вопрос. Вот вы сейчас этот вопрос задавали, и я думал про себя. Я в какой-то момент, однажды авария попала, я помню, я был больше суток без сознания. Оказывается, в момент, когда я был без сознания, я всем врачам рассказывал, что вы знаете, мой отец умер аварией, вы знаете, мой отец умер после аварии. А вы знаете, что, представляете, я, оказывается, рассказывал сам врачам, вот врачи, когда пришел в себе, они мне рассказывали, что ты сидел и так говорил. Это было еще давным-давно, 2000, это было в 96-х годах. В 96-х годах я упал, попал в аварии. Так, как, оказывается, рассказывал людям. Что я скажу об этом? Вы знаете, да, иногда в голове многих мужчин там мелькнет эта мысль, я же консультирую людей, я сталкиваюсь с этим очень часто. Точно так же это было, по крайней мере, около 10 раз я с этим столкнулся. Это с этим вопросом у людей. На самом деле, такой вопрос дадут люди, но я верующий человек. Я считаю, что люди так думают, только по той причине, что, возможно, это игра подсознания, возможно, это кто-то дома такие вещи говорил. А мне кажется, что это просто рассказ нашей предки. Это от того, что дома говорят, что, ой, твой дед умер 73 года, я думаю, что ты до этого дойдешь. И вот такие разговоры, мне так кажется. Но я очень глубоко верующий человек, я верю в одном. Я верю в том, что у каждого человека Господь давал свое время на земле. И независимо отца, независимо от детей, независимо от дедушки или бабушки или кого-то. Вообще это не зависит. На самом деле, надо верить в том, что написано в священниках, что жизнь определяет не годы жизни отца или матери и так далее. Это просто рассказ, который семье рассказывает или общество, и некоторые этому верят. И когда человек верит, якобы ждет подсознательно именно этого. А на самом деле, у каждого человека есть личная миссия, ради которой он на земле находится. Пока он не выполнит свою миссию, он не уйдет. И мы не знаем, кому сколько дано. Вот, каждому Господь создал на этой земле, направил их, именно благодаря того, что у каждого своя как-то определенная миссия. И пока этот человек вот это все не выполнит, он не уйдет. А кому-то это 100 лет надо, кому-то 40 лет надо, кому-то 50 лет надо. У каждого человека по-разному. Кому-то даже до 20 не доходит. Потому что у каждого определенная миссия на земле. Поэтому я придерживаюсь, что сказано в священниках, и придерживаюсь о том, что жизнь, она индивидуальная, она у каждого своя. И нельзя его измерять рамками жизни своих родителей. Вот, и я бы советовал таким мужчинам о том, что у тебя своя миссия. У тебя, ты на этой земле родился для выполнения определенной своей миссии. Ты должен реализовать себя. Ты должен искать себя в этом мире. И не думать о том, что кому сколько дано было, родителям или кому-то. Это не показатель нашей количества дней жизни. Следующий вопрос. Я очень стараюсь укрепить свою семью. Скоро у нас родится Малиш. Мне нравится, когда показывают в западных фильмах, показывают, что члены семьи, они в основном муж, присутствуют на родах и сами отрезают пуповину новорожденного младенца. С другой стороны, мне известны истории, когда мужчины начинали испытывать отчуждение к своим женам после этого. Вот я и думаю, предлагает мужу этот опыт, но боюсь, так как не знаю, как он отреагирует. Вы знаете, я был мужчина, который был в родах своего ребенка. Я это был, я помогал жене, я был рядом. У меня были такие случаи. Мне было очень жалко жену. Я сам пошел, побыл рядом с ней. Но я скажу вам так, мужчинам это трудно. Я вам скажу так, это мужчинам это трудно. На самом деле, да, я после членов с другой стороны, я так начал глубоко уважать жену после этого, потому что я видел, через какую боль она проходит, через какую трудность ей приходится просто, что вы понимаете, это вторая жизнь как будто. Это на самом деле момент рода для женщины, как будто это у нее вторая жизнь, как будто веселечный подарит, потому что это такая нелегкая вещь на самом деле. Но с одной стороны у меня такое сильное глубокое уважение появилось к жене, а с другой стороны, вот это не хотелось бы что видеть, как ей тяжело, на самом деле трудно. Все-таки это не мужская работа, это не мужское дело. Конечно, это здорово, это хорошо, интересно, это романтично. Скажу вам, на самом деле это романтично. Возможно, вы женщина, вы это хотите видеть, поскольку это ваше, по ваше понятие, это якобы его чувство к вам, его чувство к вашим детям. Вообще-то всегда женщины хотят, чтобы мы испытывали те же самые чувства, которые они испытывают по отношению к ребенку. И поэтому они иногда нас упрекают, говорят, у тебя времени нет для них, ты почему с ними не играешь, почему мало времени проводишь с ними, с детьми и так далее, и так далее. Потому что женщинам кажется, что мы должны испытывать то же самое чувство, но на самом деле наши обязанности, наши чувства в другом отражаются. Наши чувства отражаются в том, что мы себя хорошо чувствуем, когда можем обеспечить семью. Мы себя хорошо чувствуем, когда можем уют создать для дома. То есть обеспечить возможность, чтобы им было, они не нуждались. Я, например, себя тысячу раз хорошо чувствую, когда вижу, что там семья обеспечена, нежели побывать в этом пуповине, резать и так далее. Понимаете, да? То есть нежели эти вещи, они остаются второстепенными по сравнению с основной обязательством мужчин. Но ничего плохого нет, если мужчина захочет это делать. Это тоже нормально. Почему бы нет? Вы знаете, вы не стесняйтесь мужу говорить об этом. Это нормально. Говорите ему. Но преподнесите им к нему так, что, знаешь, я очень хочу, чтобы, слава Богу, что, слава Всевышнему, слава Аллаху, что он нам давал, подарил ребенку. Вот, знаешь, мне было бы от тебя хорошая поддержка, если ты был рядом со мной в тот момент. Для меня ощущение, что как будто это романтично. Поделитесь своим чувством с любимым человеком. Надо доверять друг другу. И, знаете, с годами, годы моей жизни мне показывают, что надо все делать для своей супруги. Надо все делать для своей супруги, для друг друга. Максимально надо все делать. Иначе когда мы можем это делать, если не сейчас? И когда? Искусственно же это не делаешь потом. Поэтому даже специально захочешь, не можешь повторить потом. Поэтому скажите ему об этом, это нормально. Скажите, пусть с удовольствием пойдет и поможет вам поддерживать. Это будет для... Скажите ему, что для меня это вдохновляет, для меня это будет поддержка тебе. Я буду очень благодарен. И пусть он пойдет и тебя. Это здорово, это нормально. Я из Таджикистана. Мои родственники хотят, чтобы я женился на родственнице. Но я человек образованный. Я врач. И знаю, чем это может кончиться. Медицина давно доказала, что близкородственные браки, особенно между двоюродными братами и сестрами, нередко рождаются детей с серьезными отклонениями. Достаточно посмотреть видео на YouTube. Как врач, я против этого. Знаю множество таких примеров. Жизнь у меня одна. Я уважаю родителей и родственников. Но больных детей я не хочу. Тем более, что сестра, которую мне предлагают в жоне, сказала мне, что любит другого человека. Я готов уехать в другую страну и строить свое счастье там. Не хочу делать несчастной ни себя, ни кузину. Вы мне кажетесь человеком просвещенным. Что вы думаете о таких браках? Неужели можно рисковать всем ради традиции, которая себя давно изжила? Брат мой, я тебе скажу так. Женись по любви. Это очень важно. Женись по любви. Родители будут, понимаете, родители счастливы, когда мы с вами, дети, счастливы. Поэтому они итоги будут, когда видят, что вы счастливы, они будут гордиться вами. Понимаете? Живите по любви. Женитесь по любви. Это очень важно. Это действительно важно. Я человек, который вышел из этой традиции. Я вышел. Я родился в селе. Я родился в горном месте. И вокруг меня постоянно это творилось. Я не говорю, что я не поддерживаю этого. Я не могу сказать, что у всех больные дети рождаются. Не у всех рождаются больные дети. Понимаете? Я приверживаюсь законе и профессиональные знания, и приверживаюсь законе истины. Если в Коране не запрещается, значит, и это в каком-то мере, значит, это можно. Но я не говорю, что надо через... Не могу это делать. Я не могу сказать... Нельзя это делать через принуждение, через только ради уважения старших. Не, нельзя. Старшие прожили свою жизнь. А себя заранее похоронить, зачем? Нельзя это делать. Живите с любви, пожалуйста. Полюбите. Потому что любовь к детям, она начнется от любви к их матери. Просто ради приличия жить, ради уважения жить, это тяжело. Конечно, многим, многие так делают. Многие так делают. Я не говорю, нет. До сих пор там у нас так и осталось. Определенные такие обичья остались. Так и живут. Но почему? Потому что им кажется, что якобы это забота друг друга. Якобы это забота детей друг друга. Якобы эти дети завтра вырастут, будут уважать тебя. Якобы не будут тебя унижать и так далее, заботиться. По большому счету родители так делают, для того, чтобы невеста хорошо заботилась о них. Старости. Понимаешь? Потому что, когда это племянница, она, соответственно, не бросит свой дядя, тетя. Поэтому родители это делят, по большому счету, о себе заботятся. Это действительно так. Понимаешь? Поэтому я же вижу вокруг, как это творится. Я видел, что и женились на родственнице, и родственница оказалась не лучше, чем чужого. На самом деле, она такое показывала, что телевизор не показывают. Я много раз такого видел. Поэтому женитесь по любви и молитесь, чтобы эта девушка была богобоязнена. Чтобы она родила вам хороших детей, достойных и так далее. Живите по любви. Женитесь по любви. Жизнь одна одна, и нельзя его прожить просто так. Понимаете? Никого, когда дело касается вашей собственной жизни, пожалуйста, даром не надо его прожить. Чтобы угодить кого-то. Станьте успешным человеком, и родители будут гордиться вами. Позаботьтесь о них. И родственники будут. Все будут гордиться вами. Никто не обидится на вас. Но если вы даже женитесь на родственнице, и будьте неудачником, и никто не уважает, не будут вас, и все будут обижены на вас. Поверьте, это правда. Мир так создан. Дальше. Я психолог по образованию. И часто мне просто смешно смотреть настолько неподготовленные с точки зрения психологии те, кто вдруг вообразил, что они великие наставники. Но при этом не способны понимать свою аудиторию. Дают какие-то детские наивные советы. Это, конечно, хорошо, когда человек пытается помочь обществу. И, как вы говорите, служить людям. Но я знаю, настолько может быть опасен человек, который не прошел психотерапии и супервизии. Прежде чем он начнет работать с людьми. На Западе супервизия обязательно. У каждого уважаемого себя эксперта или наставника есть свой психотерапевт. Что в этом смысле делаете вы? У вас есть свой супервизор? Знаете, честно скажу вам, раньше я это все делал как к своему наставнику. То есть у меня появляется какой-то вопрос, я пришел к своему наставнику, я сказал, вот это меня беспокоит. Ты, например, был такой случай, ты мне говоришь, что вера справливости, а у меня в голове двояки. Я вижу, что никакой справливости общество в моей глазах не видит. Я пришел к нему, я сказал, я вижу ужасно, полно войны, полно ссоры, выиграет кто наглее, а ты мне говоришь, вера справливости, и был предан справливости, живи по законам справливости. Я приходил, такие вопросы задавали ему, или иногда приходил, говорит, как я могу там кому-то помочь, если самому меня не хватает. В общем, море вопросов, которые появляются обычно. Но теперь на данный момент, я где-то 2-3 месяца назад, я прошел первый свой супервизий, и вот 2020 год планирую часто посвящать, потому что я заметил определенные, и у меня есть минусы, как и у всех людей, я человек, и я заметил в себе определенные некие вещи, которые, они превращаются в привычки, или иногда вещи, которые, возможно, я читаю, что это естественно, это нормально, но это могут задевать, кто рядом со мной. Понимаете, я работаю с партнерами, и так далее, я не хочу, чтобы оказаться ощущением, что один главнее, второго, и понимаете, да, я работаю с людьми, я очень хочу, чтобы меня уважали, не потому, что я плачу им деньги, сотрудникам, или коллегам, я хочу, чтобы меня уважали, как человек. Мои организации, люди, независимо от статуса, они, мы уважаем всех, как человек, одинаково, одинаково, все имеют право голоса, одинаково, все могут замечание делать, и критиковать, одинаково, у нас не должно быть иерархия в организациях, у меня 23 компании, и, наверное, приличное количество людей у меня работает, я даже сам не знаю, сколько количество людей у меня работает, вы верите, это так, но я точно знаю, что несколько тысяч, но для меня важно, важно, чтобы эти люди ко мне смотрели не как важного какой-то человека, а я хочу, чтобы меня смотрели, уважали, как обычного человека, как любят и уважают, это мне важно, поэтому я прохожу, я прохожу, я считаю, что это необходимо, я считаю, что это надо делать, это наоборот, раскрывает тебя, те грани, которые в твоем сознании, неясны для тебя, это наоборот, раскрывает тебе те эмоциональные состояния, эмоциональные моменты, которые, например, у меня был раньше такой выспыльчивость, ни от того, ни всего иногда это мог бы меня задевать, а когда человек выясняет эти детали, ты начинаешь изменить свое поведение, твои поступки, понимаете, например, многие люди со стороны видят все и делят выводы, говорят, да, это все такие, это все такие, якобы, все они такие, якобы, глядя на одного человека делят вывод про всю нацию, глядя на одного человека делят вывод про всю религию, вот все таким людям надо обязательно супервизию пройти, или там, не знаю, потому что они смотрят на обычных людей, которые впервые видят, впервые видят этого человека, но исходя из своего прошлого опыта, навязывают на этого человека, И говорят, ой, это все, я знаю таких людей, они все мошенники. Но подожди, ты знаешь какого-то другого, а этого человека, ты даже ни разу близ не общался, откуда ты знаешь про него? Ты говоришь про свой память, ты его вообще не знаешь, ты говоришь про свой память. Вот в таких категориях людей все должны пройти супервизию. Кто руку поднимает хоть разу над женой и детей, кто постоянно думает, что он прав, кто, например, думает, что как будто все должно быть по его мнению, кто берет долг, не возвращает, у кого постоянно в жизни, например, одни и те же неудачи сталкиваются, все эти люди ответы найдут, когда пройдут через супервизию. Кто слишком ревнивее, понимаете, что рядом с ним жить ад. Ну понимаешь, всем нравится, когда тебя любят, но когда эта любовь превращается в драка каждый день, извини, превращается, что тебе притесняет жизни, это уже какая-то болезнь, это уже не ревность, это не любовь, понимаете. Всему есть какая-то грань, золотой грань, что ли, и так далее. Поэтому все таких людей, я бы сказал, иди прямую, пожалуйста, пройди супервизию, чтобы спознать себя вообще. Ты исправляйся сначала себе. Поэтому то, что вы говорите, есть такие психологи, которые очень много, которые питаются, других обучают и так далее. Человек, который себя не может управлять, человек, который не может с собой разобраться, я бы ему рекомендовал сначала разберись с собой, потом пытаться кому-то научить. Уважаемый Садмурат, что в вашем понимании важнее всего и обязательно должно присутствовать в психологическом, физиологическом и социальном здоровье человека. Какие компоненты определяют все эти три стороны жизни человека и делят его адекватным? Вы знаете, в психологическом, я здоровом человеке читаю, это тот человек, который всегда старается стать лучше. Это естественно, понимаете. Трава старается стать лучше. Трава, понимаете, закон природы такой. Трава растет каждый день. Человек, который потерял стремление к стать лучше, я его читаю уже, не внутри он умер. Он уже, огонь умер у него, вот понимаете. А самый главный показатель, который я читаю, психологически адекватным человеком, это человек, который соображает, где находится, с кем разговаривать, как разговаривать. То есть он знает, кому что говорить, кому что нельзя говорить. Понимаете, он себя умеет правильно преподнести управлять собой. Некоторые люди, они, знаете, из себя уходят, а потом реально они как-то показывают странное поведение. Чуть-чуть злится, такое покажет, что ты вообще не ожидал. Чуть-чуть ругается, или вспоминает, или водку выпьет чуть-чуть, потом такое натворит, что у тебя в душе ничего не остается по отношению к нему. Он вычеркнул всю доброту, которую он делал. Поэтому психологически здоровым человеком я такого читаю. А вот физиологическим я читаю того человека, который осознает, осознает, что здоровье для него важно. И, знаете, оберегает. Он физический труд, имственный труд гармонично делает. А не так, что с утра до вечера сидит в кабинете и пузо до коленей, или не то, что просто не думает о своем здоровье. Я таких не понимаю. Вот идут, пьют и курят. Я реально не понимаю, ребята, которые пьют и курят. Хоть верить или нет, не понимаю. Как можно пойти, кому-то деньги отдать, сказать, послушай, помоги мне умирать пораньше. Помоги мне, здоровье мне надоело. Ты знаешь, я уже устал быть здоровьем. Я тебе деньги отдам, а ты помоги это здоровье ухудшить. Я реально таких не понимаю. Как можно так делать? Как можно это сами, основной свой капитал изнашивать на такую ерунду? Это у тебя семья, у тебя дети. Ну, ради себя не хочешь делать. Ну, ради других хотя бы. Это я реально не понимаю. У меня в мозге, или я, не знаю, совсем тупой я человек, наверное. Они сами умные, наверное. У них десятка дипломов. Они образованные. Но почему-то их жизнь надоела им. Что они идут, и на этих картинках, этих сигаретах такие картины нарисованы, что страшно смотреть даже. Ну, как можно так? Или там пьют потом, приходят домой, нормальной, радостной семьей превращаются в борьба. ссорятся, ругаются. Я же вижу, те, которые пьяные, они, знаете, потом все то, что у них в голове, все выливает там, как будто унитаз у них открывался, что-то побери. В смысле, на место рот у них, как будто воняет унитазом. Все подряд говорят и говорят, потому что они теряют стида, теряют все. Ужас просто. Я, правда, таких людей не понимаю. А то, что социально здоровым человеком, я считаю, это того человека, который всегда понимает, что он ценит общество, и всегда умеет в обществе себя вести правильно. И он всегда является человеком, который создает лучшее общество, дает лучший пример. Вот это адекватно, я таких людей называю. А все остальные для меня неадекватно. Кто дает плохой пример, он реально не понимает. Реально не понимает, что кто-то же способен хорошую брать для себя, а кто-то плохой. Говорят, что два брата выросли в одной семье. В одной семье. Родители, оказывается, были алкаши, была постоянно война, драка. Но из этого два брата, один вырос, стал вором, наркоманом, вором, а второй стал судьей, юристом и милиционером, чтобы спасти других. Получается, что каждый, что видит, исходя из уровня понимания, на того и растет. Следующий вопрос. Мы живем не на родине. Дочка выросла не по нашим обидчам. Я очень приживаю за ее здоровье. Она уже взрослая, и с запретами проблему не решит. Я все время переживаю. Вдруг случится аборт, и она не сможет потом иметь детей. Как мне остановить этот поток переживаний? Знаете, дети растут в семье, и они несут с собой смену ценностей, которые вы дадите им. Это первое. Второе, конечно, общество. Среда влияет. Очень сильно влияет среда. Это правда. Вы не можете ругать ее, давить на нее и так далее. Но вы можете с ней поговорить. Вам надо было начинать пораньше, когда она была еще маленькая. Детей надо начинать воспитать с того дня, когда им 3, 5, 4 годика. С того дня воспитать в них мудрость, воспитать в них ценности. Школа не дает ценности, жизненные ценности. Школа дает образование, умение учить, читать. Вузы не дает. Вузы дают специальности. Нигде не дают ценности. Ценности человек получает только в семейной жизни. Ценности надо посидеть ребенку, так и говорит. Доченька, знаешь, жизнь, такие мудрости надо иметь. Жизнь, такие вещи надо делать. От таких надо уйти. Эти вещи тебе не на благо. А вот это тебе в будущее. Надо воспитать своих детей самому. Самому давать им ценности. Другой выхода нет. Поговорите с ней. Поговорите с ней. Направляйте, знаете, дайте ей лучшие книги. Направляйте ей. Именно ту направление, которая вам нужна. Понимаете? Запретами это не решишь. Но воспитаниями можно решать. Просто надо поговорить с ней. Поговорите от души. Доверяйте ей. Скажите, что я тебе доверяю, доченька. Знаете, чем больше вы рассказываете ей о хорошем, чем больше вы донесете до ней этой мудрости и так далее, родительской заботы, она будет спокойна. Вот. Тогда у вас спокойство появится. Вы должны найти спокойство в себе через воспитание. Всегда. Я тебе доверяю. Поверьте моим словам. Доверяйте ей. Вы не ошибетесь на нее. Доверяйте ей. Скажите, я тебе доверяю, доченька. Я верю, что у тебя все будет хорошо. Я верю, что ты мою гордость и ты мое имя создашь. Ты имя нашей семьи поднимешь. Я тебе доверяю в этом. Говорите ей об этом. Насколько это для семьи важно. И так далее. Донесите до нее этого. И завтра она это будет очень дорого синить. Но если вы будете продолжать вот так приживать, приживать и так далее, ваше подсознательное приживание, в конце концов, это же ваша дочка, это же в конце концов, ваша жизнь. Потому что что в вашей голове, то и реализуется. И это получается, что ваш подсознательный страх рано или поздно это осуществляет. Даже если она будет правильная девушка, кто-то изнасилит ее по дороге. Потому что вы сильно, очень приживаете. Поэтому, пожалуйста, наоборот, молитесь за них и скажите доченьку, что я тебя воспитал достойно, я тебе доверяю, доченька. Я молюсь за тебя. Мы никому плохого не делали, жизнь справлива по отношению к нам. Так что мы никому плохого не делали. Так что я уверен, что все будет нормально. Я верю в тебе. Вот так преподнесите ей. Уважаемый Салим Рот, бизнес связан со здоровьем. Одна из ваших тем. Я видел видео, где открывали клинику вашей ученицы. Как врачу определить, пойдет ли его к клинику, если он решится ее создать. Что должен я иметь в себе как врач, как предприниматель и какие внешние обязательства мне нужно учитывать. Спасибо. Да, у меня три ученика имеют клиники. Два ученица, один ученик, три получается, которые в клинике. И так далее. Смотрите, если вы профессиональный врач, я рекомендую вам, найдите другого человека, который имеет административный опыт, бизнес мышления, и его делите себе партнером. Тогда пусть он занимается управлениями, административными делами, а вы займитесь, пожалуйста, полностью врачеванием. Лечите людей. Вы займитесь этим. Только тогда у вас дело очень хорошо пойдет. Это как правильно вам организовать этого. Но если вы хороший врач, создайте себе хорошее имя, тогда ваши клиники легко развиваться будут. Но все равно вам нужен сильный администратор, который умеет администрацией заниматься, для производства поставить и так далее. Если вы врач, но вы работаете как врач, люди будут идти на ваше имя, на ваше имя, но не на имя клиника, это опасно, потому что вы тоже устаете, вы тоже можете заболеть, понимаете, вас нет, у клиника никто не хочет пойти, будут ждать вас. Одна из моих учениц, так и было, три года ушло, чтобы я мог от мышления врача перевоспитать его на мышление бизнесмена, чтобы она могла понять, что люди должны не к ней пойти, а к клинике пойти, чтобы люди привыкли, что в клинике хорошо лечат, и чтобы люди адаптировались к клинике, а то они всегда приходили, ждали его, если его нету, и не записывались на других врачах. Поэтому вам нужно иметь бизнесмышление. Если до сегодняшнего вы были врач, теперь вам надо воспитать себе бизнесмышлением. В любом случае это будет вам выгодно. Поэтому создайте себе имя как врача, а потом свое имя приклейте на это клиника, одевайте на это клиника, что люди говорят, это клиника Иванова, клиника там того, например, Щедрова или кого-то там, клиника там Расулова и так далее. Вот люди так должны читать, прийти. А у вас должно быть в команде сильный администратор, который очень хорошо понимает административные дела, управленческие вещи, чтобы он управляли этот бизнес, мог бы как клиника его продвигать. Понимаете, вы должны заниматься лечением, а он должен заниматься продвижением, маркетинг, продвижением, управлением, чтобы поток людей мог создать, иначе вы банкротитесь как клиника. Вы как-то рассказывали, следующий вопрос, вы как-то рассказывали о том, что какие значения имеют благословения родителей для вас, и как именно слово поддержка вашей маме помогли вам выбраться из огромных долгов. Психологи называют это родительским программированием. В книгах описаны случаи, что даже взрослые дети ничего не могут поделиться с этим. Неудачи и проблемы со здоровьем их преследуют во всем. Повезло тем, чьи родители их благословляют, а вот как быть тем, кто с раного детства получал одни проклятия и негативные программы на плохое будущее. Ведь родители бывают разные. Знаете, это очень мудрый вопрос. Самое интересное, я видел и таких, и видели и таких, и много раз консультировали и таких, и таких. Я вырос в ту семье, где моя мама постоянно благословила и поддерживала. И в моем окружении были такие семьи много. Но были точно так же у меня примеры из моих даже родственников. Есть такие, точно такие семьи, где сын очень хорош, очень умный, но постоянно от того, что отец говорил, да ты не кудичный, да у тебя ничего не получится, ты один головной боль, ты такой проблемный. Он, ну, по крайней мере, каждый раз, когда он начинал бизнес, он его такими замечаниями глядит, и мне кажется, что в детстве часто он руку поднимал на него. И знаете, этот парень такой гений, он такой умный, классный парень, и до сих пор он не реализован. Понимаете, он мой ровесник, но я же вижу, что он не реализован. Я сейчас, конечно, полностью меняю этот подход, поддерживаю его, чтобы он развивался. И много у меня случаев таких, которые, как вы говорите, что родители вот так говорили. родители часто девушкам говорят, о, у тебя кривые ноги, с твоим характером, ночь видишь замуж, завтра тебе выгонят из дома. Или парням говорят, о, вот ты, ты такой лентяй, что даже я не знаю, кто выйдет на тебя замуж, и как ты будешь кормить свою семью, сколько ты будешь сидеть на моей шее, и так далее, и так далее. Обычно, когда родители устают, они такие вещи говорят, они устают, иногда так говорят, потому что дети злит их, доводят их, поэтому, но я бы рекомендовал таким ребятам, что начинать заботиться о родителе. Самый лучший способ избавиться из этой программы, начинать заботиться о родителе. Вы начинаете заботиться о родителе, и на глазах родителей вы растете. И это, это камень падает у них, понимаете, это лед начнет таять. И вы как начнете, вот это через свою заботу о родителе, вы начнете это делать, и на глазах родителей вы будете глубокий, благодарность испытывать, очень глубокую благодарность испытывать. И тогда вы видите, что кто-то из этих родителей своим взглядом, своим словом, своим нежностью, своим ласковостем говорит вам, как будто ты прости меня с ног, что когда-то я на тебя ошибался, а сейчас я вижу, какой ты великий. Понимаете, да? Вот первым делом докажите своим родителям, что вы смогли стать лучше, но через заботу. Поверьте, начните заботиться родителям. И когда они это видят, у них же другое было убеждение, но они видят, что так. Я многим советовал, это работает, это супер работает. И тогда, знаете, у человека как будто руки были завязаны и как будто спи открывается. Я много раз это видел, в своих практиках видел. Я рекомендовал людям так делайте. Это давало шедевр результат. Я помню, один парень пришел ко мне в Алма-Ате и мне сказал, что, знаете, нас папа бросил, ушел, а вы, говорите, служи родителям. И он бросил, знаешь, ушел с мамой в 90-х годах. Мы через такой трудности прошли. Я сестренка, мама, так трудно было ей, так было тяжело. Да я ненавижу этого отца и так далее. Он, знаете, даже ругался со мной, упирался, ругался, ссорился со мной, что какой он для меня отец и так далее. Я сказал, хорошо, можешь ничего не делать, но ты попробуй, как я советовал. Иди позаботься о нем. Иди попробуй. Просто заботься о нем. Я ему сказал, знаешь, чем отличить? У тебя со мной. У меня нету отца. У меня было годы, когда отец авария попал, умер. Если бы он был живым, я его ход, любую точку земного шара нашел бы. Я позаботился бы о нем, потому что это мой отец. Ты понимаете? И этот парень через год возвращается ко мне. И он мне говорит, знаете, я вам так благодарен. Он обнимал меня и плакал. Он сказал, я вам так благодарен, я так изменился. И говорит, я нашел своего отца, я с ним вместе, я забочусь о нем. И отец плакал, когда я нашел его. Он говорит, я не ожидал, как ты вырастешь. Я не ожидал, что ты вернешься. И отец сказал, я думал, что ты никогда меня не простишь. Но у меня что-то было, это было между мной и твоей матерью. Вы вообще не виноваты. Но в тот момент от боли, обиды к твоей матери я не мог подойти к вам, не мог заботиться о вас, не надеяться, что когда-нибудь ты вернешься. Я так этот день ждал. Вы представьте, он говорит, отец рыдал прямо так. Я не мог думать, что отец так ждал меня и любит меня. Я был в шоке от этого. И самое интересное, потом они вдвоем пришли с отцом, у меня консультировались, потом еще раз консультировались, два-три раза, и они совместно с отцом делят бизнес и просветают. Теперь он миллион раз благодарен, что когда-то я ему давал такой совет. Поэтому вот что советую. Самый лучший способ. Идите заботиться отцом, о родителе. У вас тогда получается, это комок уйдет. Понимаете, может быть в детстве мы задевали родителей, может быть в детстве обидели родителей. Поэтому они так говорят. Ни один родитель не хотят плохого своим детям. И ни один родитель не хотят толкать своих детей вниз. Просто иногда им тяжело, иногда они устают, иногда они больно. Поэтому они выражают иногда гневом, выплоскивают свой гнев или недовольство нам. И так далее. Или иногда бывает, что они расстались с папой и мамой, и часто один из них, мама постоянно говорит, вот это ты прямо как отец. Вот нагле такой. То есть якобы все хорошее от меня, все плохое от отца. Или отец говорит дочку, все, вот упрямая, как осоль, прямо как мама. Иногда родители такие вещи будут говорить. Это мы не имеем права обижаться на них. Нам надо отпускать. Это важно. Важно простить родителей. Важно насквозь, чтобы не было, любить своих родителей. Это огромная внутренняя сила. Но она делает тебя победителем, она делает тебя великим, успешным человеком. Лучше это делать. Дальше. Я часто психогенетика, когда учился, мне говорили такое, что отношение к матери формирует отношение с окружающим миром. То есть дружба, партнеры, коллеги и так далее. Чем лучше у тебя отношение с матери, лучшее отношение формируется. А чем лучше с отцом, у тебя лучшее отношение формируется с мужем, с представителем государства, с начальником, начальством и так далее, и так далее, и так далее. И я начал после этого делать очень много анализа после того, когда прошел психогенетику, учебу. И во многом это совпадает. Это правда. Дальше. Следующий вопрос. Уважаемый Садмур Раджабович, может ли сила мысли вылечить человека? Вылечит человека? Бывают ли в вашем практике такие случаи? Означает ли это, что человек должен отказаться от лечения у врачей? Ведь человек может заниматься медитацией, а то время, как в драгоценное время уходит на пациента, привозят к врачам очень поздно. Ну, разве это не опасно? Дорогие мои, можно мыслями лечить? Великий Авицен, Абу Алей Абнисена, вообще Мададе, вот медицина, слово, это от Мададе Сено, это основатель Абу Алей Абнисена, да, медицина, это оттуда формировалось, Мададе Сено. Авицен говорит такую вещь, Великий Авицен, он говорит такую вещь, попробуй человека лечить словами, а если слова не помогло, тогда бери трава, а если эта трава не помогла, тогда бери нож, то есть уже хирургическое вмешательство. Поэтому, я хочу вам сказать, любая болезнь имеет корень в сознании человека. Даже когда хирурги оперируют, операцию делают, оперируют, она может снова в спаечном процессе появиться заново, например, катаракты, варикозы, мастепатии, аденомы, они снова появятся. А почему? Потому что ни один хирург, хирург могут удалить это уже упущение, то, что это уже не лечится, надо выразить и выкинуть. Это очень важно, иначе он заражает все остальное. Поэтому это очень важно, понятно. Но ни один хирург не может открыть ваше сознание, очистить из этой информации. Поэтому нужно, чтобы мы и медицину использовали, и психологию использовали, и мыслями работали. Иногда люди килограммами лекарства пьют, не помогают им, потому что они убеждены, что, о, я много раз попил эти лекарства, они какие-то не те, они какие-то не помогают, и так далее, и так далее. Они уже убеждены, что это не работает, поэтому им не помогает. Поэтому нужно и то, и то. Авиценна говорит так, больной, слева от тебя болезнь, справа от тебя я, как врач, как лекарь. Чью сторону возьмешь, тот победит. Если ты убежден, что твоя болезнь неизлечима, тогда я один, Авиценна так говорит, я один не справлюсь, я не могу это делать. А если ты мою сторону возьмешь, мы вдвоем с тобой победим болезнь. Поэтому бесполезно ходить к врачу, если человек не верит своему выздоровлению. Поэтому и то, и то надо делать. Должно быть и то, и то. Следующий вопрос. У нас в семье много детей. Мой самый младший брат все еще чувствует, что он самый младший. Но если он младший, он должен чувствовать, что он младший, он что, должен себя чувствовать старшим, что ли? Если он младший, все-таки он должен себя чувствовать младшим. Интересный вопрос. Он очень хороший, ответственный и помогает всем членам семьи. Но он немного не смелее в общении со старшими. Ведь не секрет, что старший нередко в детстве обижает младшего или не считается с его мнениями. Вы как-то сказали, что вы также были младшим ребенком в семье. Когда и как вы сами преодолели комплекс младшего ребенка в семье и почувствовали, что теперь вы на равных со старшими членами семьи. Вашему младшему брату надо стать успешным. Когда стал успешным, я очень помогаю много старшим. Старшие все советуются со мной. Поэтому со временем формировалось такое общество, потому что просто надо помогать, чтобы он стал более успешным, более реализованным. Тогда он себя будет чувствовать намного увереннее, намного сильнее и так далее. Но он должен уважать старших, уважать другой, бояться другой. Понимаете, это два разные вещи. Если он робкий или он сокромнее, скромнее это другое, это показатель мудрости. Но если он робкий от того, что он якобы младший и такой, и так далее, это другое дело. Это обязательно, обязательно пусть супервизия пройдет, где у кого-нибудь психологов один раз и так далее. Или станет пусть успешным. Самый удобный вариант. Станет успешным, все старшие будут его уважать, исценить. Дорогие мои, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям. Кому вы почитаете, что этот совет и поможет? И, пожалуйста, посмотрите под эта рубрика. Есть почта. Если она закрыта, там кнопки еще, нажимайте, открывается все. И там вы видите график тренингов следующего года, 2020 года и до конца 2019 года. И вы видите список книжных магазинов, где можно купить книги и так далее. Мы туда разместили эти вещи, потому что часто пишут нам, где купить книги. Даже вот вы комментарии почитайте и увидите. В соцсетах часто пишут нам, где купить книги, где как попасть в тренинги и так далее. Поэтому мы вот там график размещаем и туда. И мы туда размещаем именно список, где можно купить книги. В ближайшее время входят мои новые книги. 101 вопросов, которые заслуживают ответа. Они три разные раздела. Три отдельные, то есть три частей. Очень много вопросов и ответов. Найдите их, изучайте, почитайте. После Нового года, возможно, до Нового года я успею еще одну мою книгу закончить, который почти 3-4 года работал, около 4 лет. Как найти свою сильную сторону и раскрыть творческое мышление. Как эти книги видят, найдите их, изучайте. На данном этапе моя книга, которая новая вышла в начале месяца «Десять шагов, как стать миллионером Тритуре Сенге». Она доступна во всех книжных магазинах. Закажите его, найдите его, станьте миллионером. Желаю вам успехов. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова